Не забудь подписаться на канал и поставить лайк этому видео, а мы начинаем! Всем привет дорогие друзья! Сделала я очередной заказ на фикс прайсе и сходила забрала. Купила 3 кг с лишним биолан порошок для цветного белья по 199 рублей. Кондиционер для белья, как обычно, я такой беру всегда, мне он нравится, 77 рублей, а вот этот вот второй я купила, он стоит 55 рублей. Взяла на пробу, если понравится, то буду его брать, он подешевле, ну литраж здесь литр 250, а здесь литр 400. Литр жидкого детского мыла мы в ванной, в дозатор добавляем, 55 рублей стоит. Берем вот такое. Взяла вот такой огромный ящик на колесах, я хочу убрать всю бытовую химию на кухне туда и убрать в самый дальний угол. Я надеюсь, что этот ящик у меня зайдет в двери, потому что он огромный, так что будет вот в таком большом контейнере. Крышки, к сожалению, к этому контейнеру нет, но я надеюсь, что, может быть, я так же найду или что-нибудь придумаю. В общем, буду все это прятать вот сюда, в такой глубокий, 32 литра здесь, он просто огромный. А еще совсем забыла, купила 4 коробки для хранения складные, это для Ксюшиного нового стеллажа, когда Сережа сделает его, они собираются уже зарплаты, поехали покупать материалы. Будут вот такие вот коробочки там стоять и внутри будут игрушки. Я купила одинаковые, 4 штучки, еще один зеленый у нас такой же есть, я думаю, будет достаточно. И давайте на практике проверим, вместится ли наш новый контейнер под раковину. У меня сначала были сомнения, но сейчас мы посмотрим. Сначала мы все вытащим, для того, чтобы нам ничего не мешало, ну и заодно протрем, конечно, поверхность. Для того, чтобы все было чистенько и аккуратненько. Видите, контейнер на колесиках. И у меня возникла одна сложность с тем, что дно у этого контейнера неровное, так как там колесики, внутри выпуклые есть части. И с этим я поняла, когда начала ставить бытовую химию, что у меня не помещается она, да, и не стоит ровно, бутылки начинают шататься. И мне нужна какая-то внизу опора, поддержка прямая, какая-то доска, картонка. И я начала подбирать. Сначала принесла картонку, она не поместилась маленькая слишком, потом я нашла вот такую вот крышку от, у нас был фотоальбом, точнее он есть, крышка осталась вот такая упаковочная. И я решила поставить ее на дно и поставить именно уже на эту крышку, пока что, да, как временный вариант, туда всю бытовую химию, чтобы была ровная поверхность. Ну, я думаю, это один из лучших вариантов, потому что другого на данный момент, на момент съемки у меня не было. Так что складываем всю свою бытовую химию, пакеты мусорные, запасные, у нас их очень много, я не знаю, у меня с памятью что-то не то. И начинаем думать, как лучше поставить. Кручу-верчу, запутать хочу. Я вот думала, как поставить лучше и поставила все-таки к дальней стенке, туда к фильтрам, чтобы не было доступности для Ксюши особой такой. И здесь уже бутылка пятилитровая с мылом жидким, да, она уже туда не влезет и придется ей вот так постоять. Я начинаю складывать все остальные тряпочки, они у меня всегда висят, сохнут вот именно на этой перекладине пыль летает от тряпок. И вот все остальное тоже вот ковшичек убираю в контейнер, чтобы не стоял просто так. И вот эту мисочку, тарелочку убираем в самый конец, чтобы тоже не мешало. Вот такой вот результат у нас получился. Я думаю, в принципе, это нормально, все в одном месте. Спасибо девчонкам, подписчицам, которым мне подсказали такой вариант хранения. И заодно продолжим приборку, да, на кухне помоем с вами наша, так сказать, да, емкость для мусорного пакета. Не знаю, мусорное ведро у нас такое. Вот такие запчасти, крышечка, все легко отмывается, споласкивается. Я довольно часто мою, споласкиваю для того, чтобы не оставалось никаких следов грязи. И заодно протрем, помоем с вами раковину. Раковину буду мыть только внутри, потому что снаружи ободок вот этот я еще днем мыла. А внутри в течение дня все равно мыла посуду. И чтобы вот какой-то налет, жир, все убрать, чистящим средством, да, 10 в 1 универсальным из фикс-пресс протираем. Мою губкой, так как собираюсь ее поменять. Кладем новую, зелененькую. И замачиваем нашу тряпочку, также в универсальном средстве, в кипяточке. Оставляю на ночь, чтобы все хорошо отмокло. Ставим наше мусорное ведро, так сказать. Ну, хорошо держится. Это Сережа крепление такое придумала, так как на дверце не вариант держать. Потому что там у нас все скребет и спотыкается. Это наш мусор, который остался. Это коробка, где хранились губки и перчатки. И пакет из-под перчаток. А мы переходим дальше. Сегодня у нас мини-уборка в гостиной. Сначала я собираю все постельное белье, так как буду менять его. Собираем диван для того, чтобы прибраться. Ксюша мне будет помогать. Дашенька тоже. У нас дома еще каникулы до 9-го числа. Но 9-го уже в школу. Поверхность пропылесосим. И внутри тоже все хорошо пропылесосим. Не стала камеру близко ставить, потому что Ксюша может ее сдернуть. Внутри достаточно снова накопилось пыли. Здесь у меня есть одеяло, подушка, которую мы доставали. И нужно ее убрать в такую сумку для хранения из-под подушек. Мы покупали подушки. И такие сумочки очень удобно там хранить. Вот именно постельные такие принадлежности на запас, когда приезжают, допустим, гости. Потом берем тряпочку и влажной тряпочкой протираем поверхность дивана. Плед мы постирали. В этот раз мы его стирали дома. Не было времени у нас его возить. Муж на работе постоянно. И застилаем новое постельное белье. Мне Дашенька помогает. Здесь у нас спальник один раскрыт. Его нужно вообще собрать и убрать, по идее, на балкон. Но на балконе такой хаос. Я лучше уж подержу до весны его в шкафу. Слава Богу, в шкафу мы прибрались. И в шкафу достаточно места для того, чтобы хранился один спальник там на полочке. Сейчас на полочке там свободно, хорошо. Так что один спальник там точно поместится. Здесь у меня на столе вещи, которые не нуждаются в особой глажке. Я их разбираю и уношу на место. Здесь у нас, конечно, Сережины всякие прибамбасы. Еще с каких-то починок, чего-либо. Собирал полочку, когда мебель собирали. В общем, знаете, чем меньше поверхности, куда можно что-то складировать, тем лучше. Это я поняла. Но я захотела буфет. И вот видите, во что он превращается периодически. Тоже нет у Сережи привычки складывать все сразу на место. Сразу протрем пыль тоже на буфете. Я надеюсь, что в скором времени я до буфета доберусь. Помыть его целиком. Протираем на тумбочке пыль. Это прям не генеральная уборка, не какая-то. А вот именно быстро-быстро по верхам пройтись. Для того, чтобы и дышалось посвежее. Ну и в принципе, чтобы пыли не было. Полы сегодня мыть не будем, только пропылесосим. Ксюша любит играться вот этими насадками на пылесос. Я все боюсь, когда они сломают. Тут вот фу, не дай бог. Ну, вроде она осторожно их поносит, поносит и потом поставит на место. Здесь я отодвинула журнальный столик и пропылесосим поверхность пола. Под батареей хорошо пройдемся. Тоже много пыли собирается. И в комнате остальную поверхность тоже пропылесосим. Ксюша там раскидывает все, что возможно и невозможно. А сейчас мой телефон просто сделает сальто. Такой грохот был. Я думала, я без телефона останусь. Я даже оставила этот кадр. Было страшно, конечно. Возвращаем все на место, шторочку зашториваем, потому что очень жарко от батареи. Мы закрываем. Ставим на место стол, протираем пыль. И так как Ксюша уже там, видите, навела хаос, я уже вам буду показывать расхламление. Здесь я насобирала вещи на расхламление и покажу вам расхламление. А так, в принципе, мы порядок навелись. Поверхности все убрали, пыль протерли, пропылесосили. Мы молодцы. А дальше смотрим расхламление. И там уже будем с вами прощаться. Ну что, так как Ксюша разгромила мою коробку с вещами для расхламления, покажу вам сразу расхламление, чтобы это все не лежало. И это я все выбросила. Иначе нам будет каждый раз это все трясти. Начнем с тарелки. Я ее нечаянно бахнула об раковину. Она, в общем, треснула где-то внутри, что ли. Потому что снаружи как бы не особо чувствуется скол. Но с таким сколом, конечно, я не буду рисковать. У меня много таких тарелок. Мы все время покупали. Так что идет на выброс. Были у меня старые очки, которые Ксюша... Ну, точнее, новые. Им два года всего благополучно. Ксюша их сломала. Не смогли починить, так как здесь вот все отломлено, все потеряно, все разломлено. Дорогие, недешевые. 7 тысяч. Жалко, конечно. Я одно время в них вот так ходила. Но я поняла, что они слабые для меня. У меня зрение с минус 3.75 упало на минус... Ну, грубо говоря, минус 5, если в идеале смотреть, рассматривать мое зрение. Но я сейчас купила очки 4.25, чтобы мне не тяжело было. Так что вот эти идут уже на выброс. Даже если дома носить послабее, ну, неудобно. Они наперекосняк. В общем, избавляюсь. Как бы жалко не было. В свое время Сережина мама привезла вот такой вот старый калькулятор. Он рабочий. Сережа сделал даже вот здесь вилку. Все работало. Но Ксюша бахнула, и внутри сломался то ли лампа какая-то сломалась. Потому что осколки были. Мы все вытрясли. И, в общем, не работает. Хотя девчонки играли, нажимали, смотрели. Даша даже считала уже так, как умеет. И вот уже непригодность. Конечно, интересный такой советский, да, интересный экспонат. Но массивный. И в то же время как бы, ну, уже только для музея. Но он не рабочий, к сожалению. Так что буду избавляться. Избавляясь вот от такой клееночки. В свое время я ее брала для Даши. Здесь еще был поролон. А он оторвался. Я потом просто ее так использовала уже для Ксюши. Но по советам девчонок я купила, конечно, на матрасник с клеенкой. Очень хороший. Не шуршит вообще. Не зря я вас послушала. Спасибо вам большое, девчонки. И вот этот, конечно, уже выбрасываем. Это уже никому не нужно. Прибиралась в запасах обуви у Ксюши, да, от Даши, которые остались. И там были чешки. Они, конечно, в нормальном состоянии. Но я понимаю, что нога, во-первых, у всех разная. Стопы разные. И я их выбрасывать не буду. Они в хорошем состоянии. Вообще. Как бы их почистить можно даже даром отдать. Я выставлю девчонкам реально, кому нужно будет, они заберут. Они нигде не дырявые, не порванные. Они все хорошие, просто разного размера. В разные года покупалась садик. Здесь, если так посчитать, раз, два, три, четыре, четыре или пять пар. В общем, на разные возраста, разные размеры, я думаю, девчонки кому надо будет. Заберут. В школьные годы чудесные, в общем, дарили мне вот такую подставку. Она, конечно, уже мутная. Внутри, видимо, глицерин. Либо что. Это все уже мутная. Больше десяти лет. Лет пятнадцать, наверное, назад такая подставка была. Было модно. И вот уже в негодность. Мутная, некрасивая. Да, ставить даже на стол куда-то. В общем, лежит без дела. Из дома привезла. Еще со школы. Так что здесь, я думаю, уже без комментариев. Избавляемся. Есть у меня вот такая вот для аромамасел лампа. Сюда ставится свечка. И, ну, раньше я баловалась. Ну, это мне лет, может, девятнадцать было. Сейчас, дай бог, двадцать восемь. Уже как-то, ну, очень давно просто лежит в коробке. Без дела. Избавляюсь. Возможно, выставлю на дам даром. Кому-то надо будет. Я помою, конечно. Я почищу. Я все стираю, глажу. И когда отдаю, все привожу в хороший вид, чтобы людям было приятно получать даром вещи. Так что я все почищу, помою и, возможно, отдам даром. Кому-то, может, хочется такое. Также есть статуэтки, знаете. Вот она Новый год дарит на день рождения. Это я точно помню, что мне подружка дарила в свое время. Еще в школе. Может, в классе седьмом я была. Ну, знаете, ну, я прекрасно это помню, что она это дарила. Я благодарна ей. Но уже никакой физической ценности это не несет. И вот это тоже подарок. По-моему, на Новый год я кому-то дарила в год змеи. Не помню. Ну, просто оно не нужно. Даже в качестве игрушек один удар ребенок уронит. Даже Ксюша. Все, отломится. Я приклеивать не буду. Но лучше уже просто отдать кому-то. Может, кому-то для фотосессии куда-то надо будет. Просто даром выложу людям, которым нужно для чего-то. Может, для постановки картинки, там что-то еще. Экспозицию какую-то делать. Мне кажется, пригодится. Кому-то будет нужно. Заберут. Также есть у меня одна вот такая вот свечка. У меня есть такие же, но целые. Как бы не зажженные. Я их оставлю. А это уже как бы, ну, давно лежит. Не зажигали. В общем, нет. А здесь тоже, видите, на год тигра когда-то дарили. С Дашкой одно время маленькая она была зажигали. Ну, как-то вот, ну, опасненько это такое дело. С такими свечками, без подсвечника, без всего. В общем, вот, ну, не надо. Мама в свое время тоже Дашульке отдавала вот такой домик. Тоже удачи. Кто-то ей дарил. Здесь что-то включается. Горело. Но здесь все, все сломали. Ничего не включить уже. Даже если батарейки поменять, оно не включится. Потому что выключатель и включатель сломан. В общем, уже бессмысленная штука. Лежит в коробке давным-давно. Даже Дашка про нее не вспоминает. Так что вот такие вот дела. Тоже кому-нибудь отдам даром. Ксюша у нас могучий силач сломала папе два фонарика. Просто вырвала все с проводами и все болтается. В общем, у папы на прозапасной рыбалку лежали фонарики. И вот что с ними случилось. Конечно, это все на выброс. Нашла я, значит, низ от кисточки. Верхушку выбросила в свое время на расхламлении. В мелочевке. И вот я понимаю, что давным-давно я ее уже не пользуюсь. Она так валяется у меня. Тоже на выброс. Были у меня еще между нынешними очками и теми, которые я показывала. Вот такие за 1300 покупала. Но они ужасного качества. Внутри видно. По бокам все расплываются. В общем, за 1300 разница, конечно, город Китай здесь. Вот такие вот очки тоже Ксюша благополучно. Тут все сломала. Так что тоже на выброс. В игрушках нашли какой-то узбишник от каких-то игрушек, которых уже, наверное, давно нет, я думаю. В общем, выбрасываем. И вот такая ложка. Она неудобная. Это еще Дашкина ложка маленькая. Мы покупали набор. В общем, тоже ей неудобно кушать. У него края такие довольно острые. Я боюсь, чтобы не порезался ребенок. Так что тоже идет на выброс. Получилась у меня, в общем, целая коробка добра. Что-то я дам даром выставлю. Оставлю еще дома похорониться в коробке. Что-то прям вообще в мусорный сейчас. И на выброс. Так что, девчонки, расхламляйтесь. Даже такая мелочь, как какая-то клеенка, пеленка, не знаю, хоть что. Это уже избавление от лишнего. Так что не бойтесь. Я надеюсь, что я вас мотивировала. Не бойтесь прощаться с вещами. Ушло, придет еще лучше, еще полезнее. И вам станет проще жить без всякого хлама. Ну что, дорогие друзья, а на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Пишите свои комментарии. Кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь. Ссылочки на мои социальные сети всегда есть в описании. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok